всем привет сегодняшнее утро я начинаю в районе гагнам и поеду я на таком прекрасном автобусе турбаз который называется он есть в каждом городе мира сегодня мы посмотрим покатаемся что это такое как сколько стоит билет и как найти сейчас я вам все это расскажу 15 тысяч вон стоит билет забираем сдачу санки вот дают все такие наушники а это билет здесь есть несколько маршрутов 15000 он 12 24 и 18 я взял на 15 к за 15 тысяч вон у него 21 остановка примерно если не выходить из автобуса это займет у вас час сорок примерно даются наушники перевод есть на русском языке что очень радует мы будем слушать электронного гида все понимать это очень прекрасно пойдемте займем места пока они еще есть вот такой вот автобус внутри водитель тут сидит а здесь я найду себе местечко сейчас ну чистота я же вам обещал идеальная вот смотрите внизу там есть разъем вставляем слушаем едем наслаждаемся кнопочка меню выбираем свою страну вот россия слушаем вот впереди знак коэкс я хочу там остановиться это торговый развлекательный комплекс нужны не как она на на же Спасибо, сэр. Опа, все, мы выходим на остановке ФЛЕКС. Автобус поехал дальше, а я пойду погуляю. И на следующем зайду в него обратно и поеду по маршруту. Район, напомню, называется Гагнам. Посмотрите, какие тут здания. Высоточки красивые. Вот он, этот выставочный комплекс КОЭКС, где проходят всякие выставки, показы. Вот здание какое, посмотрите. Упс, сколько этажей? Нужно посчитать, какой огромный экран. Видели? Ага, красиво. Слово чисто я уже не употребляю. Надоело и вам, и мне. Просто грязи нет. Район Гагнам мне всегда нравился. Сейчас он мне нравится еще больше. Перед входом в этот комплекс лежит вот такой ковер. Как будто бы как зеленая трава. Так приятно идти по этому ковру. Многие просто отдыхают. А что это такое? Привет, привет! Вот смешной такой. У меня возникло такое желание разуться, идти босиком. А еще лучше лечь, полежать на этом ковре. В центре такого мегаполиса зелень прям так хорошо смотрится. А мы подходим с вами к знаменитому Гагнам Стайлу. То есть это знак, да? Помните, Псай пел. Высота памятника 5 метров. Сделан он на минуточку из бронзы. Открыли 15 апреля в 16-м году. Интересное такое здание. Оригинально построенное, да? И все в таких цветах хороших, красивых. Зелень в сочетании с красным. Цветочков очень много. Вот парковая зона. Небоскреб, да? И обязательно парк небольшой. Такие инсталляции там красивые. Смотрите, шары такие. Молодцы, молодцы. Очень ухаживают. Они любят своих людей. Я так понимаю, что правительство очень заботится о том, чтобы было все культурно, чисто. Чтобы людям было удобно. Удобно, во-первых, проживание в мегаполисе. Хорошо. Ну, пойдемте дальше. Ну вот, момент истины. А я хочу докоснуться до святого. Все-таки бронза. Все-таки бронза. Псай. Памятник. Пять метров из бронзы. Заслужил. Молодец. Ну, все. Я это сделал. Идем дальше. А в этом комплексе коэкс у нас, посмотрим, что есть. Дюти-фри у нас есть. Лот и дюти-фри. Океанариум есть. Кинотеатр. Арт-холл. Ну, много что. Сейчас пойдем посмотрим. Коэкс Мол. Вход такой вот у него. Пойдемте посмотрим, что там внутри. Поехали вниз. Ну, первый этаж, это как обычно, да? Так, тут карта, чтобы не заблудиться. Зашли, изучили, пошли дальше. Туда, куда вам нужно. Торговля, это неотъемлемая часть любого молода, да? Любых торговых комплексов, выставочных. А это, наверное, очень популярный ресторан. Стоит очередь даже. В наше время это очень необычно, да? Неожиданно. Кафешечка вот такая, Эскимо. Ух ты, пироженок, сколько хороших таких. Чизкейки. Интимная такая обстановочка. Вот такая есть интерактивная карта. Вот, куда вам нужно, мы смотрим. Я хочу пройти в сторону океанариума. Нахожусь я сейчас здесь. То есть мне надо пройти туда. Посмотрите, это целый город под землей. Я даже не представляю, сколько труда, средств сюда вложено. Сколько денег. Здесь столько всего. Глаза разбегаются. Это целая ресторанная улица. Не то, что улица, а квартал. Тут есть кинотеатр. Он, по-моему, очень больших там внутри размеров. Мегабокс какой-то. Идем дальше. Это билетные кассы в океанариум. Сейчас я пойду туда, купил билет. Стоит он 28 тысяч вон. Что-то около 1800 рублей. Вот такие рыбки здесь на входе. Очень красивые. Ух ты, посмотрите. Вот это какая красивая. Что же нас ждет дальше? Пойдемте в океанариум. Кстати, будет очень интересно сравнить. В Владивостоке я еще не был. Я был очень много где в Азии, в океанариумах. Сейчас посмотрю этот. Потом все расскажу. Понравилось мне или нет. Так. На входе нас встречают вот такие аквариумы. О, я вот такую ловил на удочку. Рыбу. Как она называется? Кто знает? Скажите. Если не знаете, я потом напишу. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok 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 вижу я это в первый раз в жизни это какие-то чудовища я не знаю меня вызывает страх отвращения это аксалотов золотой это любимая часть океанариума пингвины с детства причем это мои любимые с детства пингвины я их просто обожаю смотри как они играются он что делает девочка молодец смотрите смотрите им так это нравится ну что вот мы и побывали в океанариуме что я могу сказать мне очень понравилось понравилось шоу понравились рыбки я очень много увидел еще новых вид видов очень много людей много детей всем нравится от мала до велика порекомендовал бы я посещение этого океанариума комплексе коек да с удовольствием я вам всем рекомендую здесь можно увидеть что-то интересное поднимемся на второй этаж посмотрим на интересах что там хорошо не выставляют а это пивоварня давайте зайдем глянем крутая пивоварня очень даже атмосферная обстановочка такая мне кажется здесь будет очень хорошо взять кружечку пива и наблюдать какой-нибудь матч а название клуба devil's door дьявольская дверь до заметно теперь мы выходим из этого комплекса садимся автобус бастур и продолжаем свое увлекательное путешествие по району ганг нам посмотрите какой он красивый привлекательный умопомрачительный едем дальше меня не перестают удивлять еще раз наверное повторюсь широченные тротуары это я до телевизора качество такое изображение просто супер где мы покупаем билетики нам выдают вот такой маршрутный лист вот допустим я вышел на 6 остановки 1027 вот расписание когда идут наши автобусе сейчас мы залезем на него и поедем дальше на каждой остановке есть маршрут гагнам сити тура вот находимся мы сейчас с вами вот на это шестерочка стойки а поедем 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 наверно я так думаю на 13 мы выйдем кореян стар стрит подходит наш веселенький автобус гагнам сити тур его видно издалека там есть и российский флаг это очень приятно и радует кто-то выходит а мы наоборот заходим поехали с вами дальше а Субтитры подогнал «Симон» 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 Кафешки, ресторанчики, они едят, пьют, громко разговаривают. И это продолжается до 2 часов ночи, как минимум, каждый божий день. И вот в таком восточном экспрессе, как я его назвал, мы едем вдоль реки Хан. В этом автобусе вот такая веселая инсталляция. Наверное, у водителя выросли дети, либо внуки, и он решил не выкидывать все это и приспособил у себя в автобусе. Посмотрите, не правда ли это привлекательно? И настроение подымает. А мы продолжаем свое путешествие по улицам Сеула. Сейчас, в данный момент, мы едем вдоль реки Хан. Еще хочу показать зонтики. Вот видите, зонт стоит. Я когда первый раз увидел, я думал, что это зонт для лоточницы, для смороженого с какими-нибудь пирожками. Они там продают, например, свой зонт, никого нет, наверное. Ну, думаю, ушла там, да, воскресенье, сегодня не рабочий день. А нет, на всех перекрестках, где нет остановок и стоят, ждут люди перехода, вот такие зонты по всему городу, повсеместно, под которым можно спрятаться от палящего солнца. Также, наверное, и зимой от снега. Они везде и кругом. Такая хорошая придумка. Да, вот есть чему учиться. Очень большая развязка. Посмотрите, какой ширины улица. Это здание такое красивое, с часами, ну, прям Биг Бен. А народу-то, народу. Нажимаем колокольчик. Это означает, что я выхожу. Конечная практически остановка рядом с моим отелем. Широченная улица, да? О, красиво. Ну вот, мы и приехали. Сейчас я выхожу. Ну вот и закончилось мое путешествие на этом прекрасном автобусе. Что я хочу сказать? Мне понравилось. Во-первых, есть несколько маршрутов, то есть вы можете выбрать любой, я уже это показывал. Что мне понравилось на этом маршруте? Ну, в принципе, тоже все понравилось. Едешь, смотришь город, остановился, вышел. Хотя маршрут весь занимает час сорок, да, если не выходить. Ну, а готовьтесь, что вы проведете здесь, наверное, практически день. Потому как надо же выйти где-то и что-то посмотреть. Что так просто кататься? Я вот вышел океанариум посмотрел, выходил там на модные улицы посмотрел, кофейка там попил, зашел в кафешки, тоже даже на все время. Ну, в принципе, очень удобно, очень хорошо. Город раскрылся где-то с другой стороны. Я побывал в районах, где еще не был, хотя в Сеуле я не первый раз. Очень удобный вид транспорта. Заплатил один раз, вышел, погулялся, сел, опять поехал. Но не потеряйте билетики. Если ты потерял билет, то все, будешь добираться другим видом транспорта. Такси, наверное, или еще как-то. Ну, суть не в том. Рекомендовать? Да, конечно же, я могу порекомендовать данный вид транспорта. Очень, еще раз повторюсь, удобно. Мне, короче, понравилось. Кто будет в Сеуле, пробуйте. Все, пробуйте все, короче. Пока на этом я прощаюсь с вами. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И включайте колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Пока!